Я хотел вот с Женей с вами обсудить следующую вещь. Я вот читаю сейчас книгу, называется «Хлопок одной ладонью». Очень рекомендую, кстати. И там сформулирована в двух словах концепция теории Дарвина. Ну, потому что читать невозможно. Я вот пробовал читать его книгу основную про естественный отбор. Ну, там я затормозил на трехстраничном описании почтового голубя. Я просто не смог продраться сквозь эту книгу. Но это невыносимо сейчас. Занудство страшное. Но он сформулировал три основные условия для эволюции. Это я буду подглядывать. Первое. Изменчивость. То есть вид должен меняться. Если огурцы будут прекрасно размножаться и наследовать все, что они имеют, они никогда не поменяются и в итоге вымрут, им больше не хватит площади. Поэтому должна быть обязательно изменчивость. Второе. Наследственность. То есть вообще какие-то функции, какие-то внутренние настройки должны передаваться по наследству. Это обязательно. И отбор. Вот самая большая загадка в человеке – это отбор. То должен происходить все время какой-то внутренний отбор. Хорошее должно оставаться, а плохое – исчезать. Так скажем. То есть мы должны с каждой наследственностью, с каждым новым этапом становиться сильнее и сильнее. Я попытался это перевести. Ну это по сути теория Дарвина. Да, это по сути теория Дарвина. Чушь собачья. Человеку-то не относится. Человеку-то вообще не относится. Были и такие точки зрения, кстати. Нет, но имеется в виду… Чушь собачья. Абсолютная чушь. Ну почему? Ну потому что ты говоришь, человек должен становиться лучше. Лучше в данном случае. Или ты должен дать определение вместе с Дарвином под огурцы, я понимаю. Это опять же человеческое восприятие, что такое лучший огурец. Это он должен типа быть больше пупырышков на нем должен быть. Он был меньше, должен быть в размерах. Я не знаю. Даже с огурцами непонятно. Ну я имитаю. Пупырышки, размер, вкус. Там ты можешь четко дать более-менее, что нужно человеку, чтобы ты купил огурец потом. А с человеком дать определение, что значит человек лучше, хуже, ты вообще не можешь. Нет, не лучше, хуже духовно, Жень. Это речь о процессе, который происходит в ДНК, понимаешь? Что отсеивается то, что не нужно постепенно, а остается то, что тебе нужно. Ну нет спора, что условно мы стали жить там дольше, здоровее и так далее. Человек не изменился за 2000 лет. А ты посмотри, как как? Ну ты посмотри, общество возьми, общество там греческое, полисе, потом возьми. Что такое 2000 лет? Извини, Жень, в эволюции 2000 лет это вообще ничего, это миг. Просто миг. Вот это вчера и сегодня. Вот реально в эволюции это вчера и сегодня. Тогда это, если тогда этой теорией пользоваться о том, что 2000 это миг, тогда это переливание из пустого в порожнее. Потому что все, что говорит Дарвин, это его предположение в некотором смысле. Потому что ничего доказать он не может. Он говорит, что через, а ты поживи 5000 лет, и тогда точно увидишь, что я был прав. Я говорю, да что ты так набросился на Дарвина? Я тебя просто, я это вообще к шахматам хотел все привязать. Нет, мне не нравится теория, что человек становится лучше. Это просто меня это возмутило. Не становится, еще раз, речь идет о том, что о выживаемости вида. О выживаемости вида только. Человек не становится лучше, как добрее, морально или духовнее. Не об этом речь. И даже речь не о человеке. Речь вообще, речь не только о человеке. На самом деле, не только речь о человеке. А, про капусту точно. С капустой согласен. Про капусту и про попугаев, там, я не знаю, понимаешь, про все. То попугаев не работает. Я думаю, что единственное, с кем не работает, это с человеком. А с шахматистом работает? Такой вопрос обсудим. Изменчивость, наследственность и отбор. Вот работают в шахматах, как вот прогресс происходит? То есть, ты как бы наследуешь... Для достижения результата. Для результата. Да. Вот, да. Про огурцы и про шахматиста это работает. Про огурцы и про шахматисты. Для человека нет. Ладно, все. Теория даже не послала. Понятно. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!